Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие девчонки, ну и мальчишки. Я не знаю, кто меня смотрит. Что-то мне захотелось с вами поболтать. Я сейчас была на концерте. Выгуляла свой сиреневый туман, произвела на всех впечатлениях, всем понравилось. Устроили мы там небольшую фотосессию. Так что сейчас вам покажу, как это все смотрелось. Ходили мы на концерт кубанского казачьего хора. То, что мне понравилось сказать, это вообще ничего не сказать. Это вообще что-то. Я в таком, я в таком, под таким впечатлением. Собралась вам впечатления свои слагать. Как батарейка на фотоаппарате, которым я снимала, сказала, пик вам. И выключилась. Говорит, заменить не батарею. Ну, естественно, там мне невозможно ее заменить. Там мне, значит, нужно ее заряжать. А мне прямо сейчас хочется поделиться впечатлениями. Поэтому я, как курс с яйцом, в одиннадцатом часу ночи гоняюсь по квартире. Включила всю иллюминацию. И вот искала, где же мне хоть чуть-чуть поснимать, чтобы и вам меня видно было. И более-менее приличный кадр получился. Так что снимаю дальше на телефон. Я вам там поставила, как мы фотосессии устраивали в моем сиреневом тумане. Да, кстати, я оценила. Оценила эту маленькую шкурку. Тоненькая, крохотная. Но так в ней тепло. Ммм, вообще. Очень тепло. Невесомое такое ощущение, что вообще идешь безо всего. А тепло. Очень тепло. Мне, правда, некоторые претензии предъявляли, что у курточки короткие рукава. Девочки миленькие мои, мальчики мои тоже миленькие. Я так хотела. Дело в том, что я терпеть не могу длинные рукава. Они меня раздражают. Если вот какая-то вещь, я хожу все время вот так. Ну, если, конечно, мороз, то тогда, конечно, я опущу рукава. Но они, кстати, не дорогие. Они такие вот косточки. Вот. А так вот все рукава всегда вот так. Вот в этом месте меня рукава раздражают до невозможности. И поэтому я специально делала их не очень длинные, зная о том, что они мне всегда мешаются, они меня раздражают. Мне нужно их завернуть, поднять, чтобы они держались. Вот так. Поэтому, когда я хотела сделать прямые рукава, я так подумала, нет, я их потом поднять не смогу. И я немножечко их так заузила. И поэтому, когда я их поднимаю, они держатся здесь. Так что это я сделала специально. Ну, так ладно. Вернемся мы к концерту. Ну, сами понимаете, кубанский русский народный хор. Это что-то невероятное. Казачья песня. Там не только очень патриотичный концерт был. Я немножечко вам вставлю, с чего началось. Конечно, началось вот с этого огромного хора, с этой широкой песни казачьей. С плясок. Ну, правда, плясок был не очень много. Я ждала большего. Я ждала, конечно, джагитовки. Джагитовки не было практически. Жалко. Они нас не побаловали. Очень хотела я вот этим, чтобы они с саблением помахали. Нет, джагитовки практически не было. Сначала казачьи были песни. Такие довольно-таки веселые, на разогрет. И потом все выше, выше и выше. И вот когда они поставили свой номер, который называется «Набат», это что-то было невероятное. Вот просто невероятное. Сначала на экране огонь. Вот на экране огонь горит. А на сцене казаки танцуют. Но это невозможно сказать, что это танец. Это тоже огонь. На сцене тоже пылает огонь. Я вам сейчас поставлю кусочек. Тоже пылает огонь. И после этого огня начинается вставай, страна огромная. Зал замер и начал вставать. И вот они там поют. Ставая страна огромная. Зал весь стоит. И такая гробовая тишина. Это было что-то с чем-то. Это вообще передать было невозможно. Задохнуться можно было от того, что было происходило. И за сега по-настоящему. Три-кар – это ранее. И сега по лимфе. И ключи. И гбан. И гбан. И гбан. И все. И гбан. И гбан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что она любила молодца, а он ушел в солдаты Господи, ну сердечный приступ Просто можно было получить сердечный приступ Я выдохнуть не могла Это вообще вот что-то жуткое Мы там некоторые рыдали А я просто, у меня вот тут вот ком встал Я так, и все И не могу дышать даже от этого голоса От того, куда он носит От этой боли в этом голосе Это было что-то жуткое Ой, да еще, говорю, после вот этой страны Страна огромная Ну выдохнули И потом так они немножечко Полегче, полегче У нас там и смуглянку исполнили И еще какие-то такие казачьи песни, кстати Исполнили песню Ой, как же Распрягайте хлопцы коней Я сижу так Ой, у моего папы любимая песня У нас, если дома какое-то застолье было Это я, у моего этого требует, чтобы я спать У нас дома, если какое-то застолье было Папа всегда пел Распрягайте хлопцы коней Вот И еще у него была любимая песня «Опустила без тебя земля» Вот эти две песни «Опустила без тебя земля» 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 Родня, они у нас очень голосистые были, его сёстры были, это вот колокольчики, а не голоса, и они любили вот эти казачьи песни петь. Они говорили, давай сыграем песню, сыграем? И они действительно её не пели, они её играли на разные голоса, одна начинает, другая подхватывает, потом мужчины вступают, что творилось у нас за столом, это передать невозможно. Поэтому я вот эту казачью песню, я её с детства впитала. Конечно, я не могла пропустить такой концерт, не могла пропустить казачий хор. Я просто вот вся в восторге была от того, что происходило на сцене. Ну и казачья песня, они, конечно, нас там немножко посмешили, мы порадовались за них. Ну, а потом опять в патриотизм, потом опять про Россию. Кстати, когда шла первая песня про Россию, на заднике у них всегда что-то там было, и я увидела там свою фотографию. Представляете, я совершенно не ожидала такого увидеть, я увидела свою фотографию. Я когда-то, ну, году я так, в шестнадцатом или семнадцатом принимала участие в конкурсе. Яндекс проводил конкурс, там нужна была фотография России, что-то Священная Русь, как-то вот так называлась. Я уже точно не помню, как это называлось, а я как раз в это время, это была зима, февраль, по-моему, ездила. Я в это время ездила в Самару. И в Самаре, на набережной, я фотографировала их центральный собор. И собор был весь в выне, вернее, рядом деревья были все в выне, сугробы, какие-то только снег выпал, и не сугробы, и вот этот собор, и как солнышко такое яркое, и блестят купола. Я уже забыла про эту фотографию. Она тогда заняла, в общем, она сумасшедшая, какие-то просмотры набрала. Я не помню, ни то первое, ни то второе место она заняла в этом конкурсе. И тут я вот, понимаете, на заднике у кубанского казачьего хора вижу свою фотографию. Я так была удивлена, я сейчас сразу подумала, ух, надо же, моя фотография. Ну, они ее, конечно, в интернете взяли, она в то время уже более популярна была. Вот, какие интересные вещи можно увидеть. Ходила я со своей сватей, со свекровью моей дочки. А это отдельная история, это надо было снимать, но было мне очень удобно. Она очень эмоциональный, очень эмоциональный человек. Она хлопнула, накричала, браво! Вот, если бы могла свистеть, она бы там и свистнула. Я тоже эмоционально все это проживаю, но ее надо было... Это отдельный был концерт, отдельная песня. Мы получили колоссальное удовольствие от этого концерта. Вот, даже на радость пришла, я вам вот это все это дело рассказываю. Сейчас немножечко повставляю. Субтитры подогнал «Симон» Немножко поделилась своими впечатлениями, вот такая вот счастливая, довольная. Может, и вам настроение подниму немножечко. Ну, а вы приходите ко мне почаще. Я так буду иногда выходить, вот, с такими сболталками. Ну, и с полезностями тоже. У меня на канале много полезностей. Я, правда, все еще даже и выложила. У меня съемок много было монтировать, я почему-то не монтировала. У меня лето было очень сложное, очень такое трудолюбивое. Много было экскурсий. И просто не хватило сил на все это. Ну, и потом со всеми вот этими событиями. И что-то как-то не очень хотелось. Все это, какая-то немножко депрессивная была ситуация. Сейчас я вроде бы как-то из нее выбралась. И даже хочется снимать, хочется рассказывать. Даже бы в конкурсах решила поучаствовать. Кстати, вы смотрите мои видео-то. Вот. Комментируйте. Мне подписчики нужны. Подписывайтесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы было много-много-много-много-много народа. Хочу с вами общаться, дружить, рассказывать о своих делах. Кстати, вам что больше нравится? У меня много разных увлечений. Я очень люблю вязать. Я вам об этом рассказывала. Я кое-какие свои там рецепты вам рассказывала. Правда, сейчас мне приходится переделывать свою кухню. У меня тут вот по весне обнаружили преддиабет. Диабет еще нет. Ну, так иногда шестерочек-то по сахару есть. Поэтому мне приходится теперь пересматривать свое питание. Отказалась от хлеба белого, от булок, от пирожных, от сладкого. Сбросила 10 килограмм. Ну, это было не самое главное. Скажем так, я не спиралась от этого сбрасывать. Оно само ушло. Потому как сладкого не ем, булок не ем, пирожных тоже. И мороженок тоже. Чего мне было очень жалко, это мороженое. Правда, у меня это себе позволяет. Потому что вот мороженое я очень люблю. Вот. И поэтому питание стало немножко другое. Ну, может быть, я вот соберусь и буду и не об этом рассказывать. Потому что это не надо вам до свекции. Вы там, кто будет смотреть, напишите под видео, что вас интересует. У меня, кстати, много путешествий. За все лето ни одно путешествие не смонтировала. Там еще куча лежит. Мне, наверное, нужно целый год рассказывать о том, где я была за это лето. Кучу монтировать нужно. Ну, правда, про путешествия есть другой канал. Он называется «Ненавиделый пешком по России». Может быть, я вот соберусь с силами, с духом. И там все выложу. Тогда я про путешествия расскажу. Ну, ладно. Вы подписывайтесь, пожалуйста, и комментируйте. Я вас очень-очень жду. Будем с нами беседовать. Иногда и просто так. Без всякой пользы, без всякой бедности. Вот захотелось мне поделиться. Я с вами поделилась. До свидания, дорогие мои. Будьте счастливы и заходите ко мне почаще. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok